Ребят, всем привет! С вами Валерия из Валенсии. Сегодня я решила снять видео рядом с моими картинами. Эти картины я написала в Мадриде. Я их присвоила коллекции Энергии Мадрида. Мадрид очень динамичный город, очень красивый город, мегаполис, который восхитительный для того, чтобы просто прогуляться по этим улицам, посмотреть, встретиться с друзьями, встретиться с людьми на улицах, посмотреть на красивейшие здания, архитектурные решения, которые находятся на улицах Мадрида. Ну а сегодня я решила вам представить несколько картин из моих больших первых картин, которые я написала здесь, в Испании. Это был непростой, но удивительный период для меня. И я решила сегодня вот уже картины, которые я поставила в рамы. Это большой размер, чтобы вы понимали, это 60 на 90 сантиметров, то есть практически целый метр картины. Эта картина называется «Карусель». Она действительно похожа на картину детского такого плана. Ну я вообще, наверное, рисую своей детской частью любой художник. Конечно же, когда он рисует, он свободен. Он будто ребенок, он как в море, в море своих эмоций, в море, в просторе, во вселенной, во своей вселенной. Вот я в своей вселенной, когда я беру пастельные мелки. Ну и эта картина «Карусель», я ее запечатала, точнее вставила в большую раму, черную раму. Мне нравятся однотонные рамы, никаких фантазий, никаких фантазий, все просто. В жизни вообще все просто. Ну а сама фантазия в картине. Это «Карусель», вот здесь видны, я не знаю, хорошо ли, четко ли видны мои идеи, заложенные здесь. Ну здесь все очень лаконично, гармонично, и все вливается одно в другое, дополняет друг друга. Сейчас я тут чуть-чуть подползу к другой картине, потому что я сижу на полу. Эта картина называется «Часы», «Песочные часы». И, кто знает, что такое песочные часы, я думаю, вы вспомните из детства часы, которые переворачиваются, из них и сыпется песок. И это, по-моему, одна минута или, не помню точно, две минуты, что сыпется песок, и ты считаешь, скорее-скорее, чтобы что-то успеть. Ну вот эти часы. Кстати, эти часы были созданы мной ночью. Я писала эту картину в два часа ночи, там, в Мадриде. И сейчас я нахожусь, вы знаете, что я вам все время говорю, что я живу в Валенсии, в деревушке рядом с Валенсией, но Валенсию посещаю. Вот, и эти вот, хочу показать вам часы, которые, они у меня получились очень какие-то загадочные. Потому что, с одной стороны, здесь треугольники, я ничего не планировала конкретно, что я буду рисовать. Просто у меня пошло, и я стала рисовать, я стала чертить. Я даже вспомнила геометрию, по-моему, по геометрии, конечно. Да, геометрию я вспомнила, конечно, с большой радостью. Вот, ну ладно, не будем про геометрию, давайте про мои картины. Эта картина тоже вставлена в очень простую, в очень такую, очень скромную рамку, которая... Рама, действительно, она вот черная, в ней нет никаких прибамбасов, ничего. Но сама картина, так как она задумана в цветах, в разных цветах, и такая прям она яркая картина, потому что я пишу яркие картины, она прям вот в этой раме очень, они гармонично сливаются. Поэтому эти рамы мне очень нравятся, они простые, в них нет никаких задумок, ничего, чтобы они, чтобы рама не звала на себя, как это называется, чтобы не отвлекала внимание от картины. Моя картина, это центр, все остальное, как говорится, все остальное, то, что, ну, это не имеет значения особого. Имеет значение картина, задумка, имеет значение то, что я хотела и то, что я вложила вот в свою картину. У меня опять сегодня получается видео очень импровизированное. Во-первых, я сижу на полу, чтобы вы понимали, я сижу на полу, я тут присела около своих картин и уже решила, думаю, я долго-долго обещала, я все время снимаю свои видео с полей, я где-то в полях, я куда-то ушла и совершенно я такая, как сама природа, никакая не подготовленная. Но сегодня я чуть-чуть подготовилась, я вставила эти две картины в рамы, мне это очень тяжело далось, потому что пришлось пальцами все это отковыривать сзади, а там такие железные штучки, которые нужны руками все это, и у меня не было ножниц, я думаю, хорошо, я сама уже руками, уже засучила рукава, даже видно, что засучила рукава и пошла в дело, как говорится. Пошла в дело вставлять картины, пошла их настраивать, чтобы они у меня были красиво вставлены. Вставила черную бумагу сзади, черная бумага, фон, сначала думала поставить темно-синюю бумагу, потом думала белый фон, потом думаю, нет, картина такая, она сама яркая, ее нужно на что-то очень нейтральное. Сама я сегодня тоже очень нейтральная. Черный цвет один из моих любимых цветов, потому что я очень люблю одежду черного цвета, мне прям это импонирует, совпадает со мной. Всегда носила одежду черного цвета, очень люблю, хотя сама я внутри, естественно, вот, вот это я, это мои краски, это много цветов, все разное, все, все прям крутится, вертится, и здесь создается, мне кажется, есть какая-то иллюзия движения. Я всегда вкладываю, что в свои картины я вкладываю всегда движение, мовименто, мовименто, это движение по-испански, эль мовименто. Поэтому движение, то, что течет, как река, как море, это очень мне созвучно, я всегда это отражаю в своих работах. Люблю работы большие, люблю писать большим форматом, я знаю, что это потом очень тяжело найти рамы, очень тяжело все это обыграть, как нужно, но душа, душа зовет, душа просит, я делаю то, что просит моя душа, потому что я много лет жила, делаю то, что не просит моя душа, и это называется совсем неправильным словом, которое я не люблю, не буду на это слово говорить, но все поняли, если вы не слушаете свою душу, свое сердце, сейчас тут у меня позвоночек, свою душу, свое сердце, то вряд ли что-то получится дельное, поэтому я очень старалась. Эта коллекция есть уже в моем портфолио, эта коллекция уже гуляет, у нее есть уже свои такие планы у этой коллекции, поэтому я очень довольна и очень рада, что сегодня я наконец-таки собралась, боже мой, боже мой, собиралась, собиралась, и никак не могла собраться, чтобы вам наконец-таки презентовать мои коллекции, мои картины. Конечно, они очень... Не просто их просто так, я же не могу их просто... Конечно, я многие картины просто так держу, но мне хотелось их обыграть. И я их вот сегодня обыграла, чтобы вашему взгляду было приятно. Вот так, чтобы было приятно, и поехала сирена полицейская. Так что, ребята, всем большое спасибо, кто смотрит мои видео, мой канал. Здесь я не пишу никакие... У меня нет никаких текстов, все, что я говорю, это придумано, как говорится, оттуда. Мне сниз сходит, и я говорю, как говорится, художник начал свою речь. Вот, и закончил свою речь. Поэтому мне очень приятно. Спасибо всем людям, которым нравится мой канал, которым нравится природа. Красивая, гармоничная, восхитительная природа, которая меня окружает, которую я показываю, которым нравятся апельсиновые поля. Всем большое спасибо, благодарю. Мне очень приятно, что люди мне пишут, что людям нравится. И мне очень нравится, что у меня такая великолепная, восхитительная, прекрасная публика, которая понимает мои послания. Я принимаю послания от Вселенной и перекладываю их на бумагу с помощью своих цветов. Это то, что я люблю, это то, что идет у меня из сердца, из моей души. И это то, что делает меня истиной, такой, какая я есть. Поэтому мне очень приятно. Большое спасибо. С вами была Валерия из Валенсии. Пока-пока. Будем продолжать эту серию. Не могу обещать, что прямо вот сразу, но сегодня я подготовилась чуть-чуть. И решила вам сделать другого формата видео. Пока-пока. Чао. Чао.